На 6,5 миллионов рублей удастся сократить краевые расходы на автопарк в 2021 году. Таких результатов удалось добиться благодаря государственному такси, на которое пересели все чиновники правительства Камчатки. Итоги первого месяца работы подвел руководитель аппарата губернатора и правительства региона Сергей Меркулов в ходе брифинга с журналистами. По его словам, переход на работу в режиме государственного такси проходил в три этапа. Первый этап у нас произошел 9 октября. 9 октября мы просто весь автопарк в рамках объема автомобилей, которые запускали в систему, мы их разделили на три этапа, чтобы постепенно, анализируя каждый этап объема, сразу делать какую-то определенную работу над ошибками. 9 октября у нас зашла первая волна, которая поехала на гостакси. В том числе там был и я. То есть с 9 октября я также пересел на гостакси. Затем вторая волна была запущена 22 октября, учитывая какие-то там детали, моменты первой волны. Когда мы понимали рост трафика, использование транспорта, мы запустили третью волну. 29 октября у нас поехали оставшиеся коллеги, мои коллеги. Одновременно на автомобиле установили спутниковую систему ГЛОНАСС. Этим оборудованием мы оснастили наш автотранспорт, который находится на нашей автобазе. Это 80 автомобилей. И это повлекло следующие эффекты. Первое. Мы теперь понимаем точные маршруты передвижения должностных лиц. То есть мы понимаем, где автомобиль находится, чем занимается то или иное должностное лицо. Почему? Потому что все-таки автотранспорт этот нацелен сугубо на то, чтобы оказывать содействие тому или иному должностному лицу для выполнения его непосредственных должностных обязанностей. Во-вторых, это дисциплинирует их работу. Это дисциплинирует работу водителей. Почему? Потому что там, помимо того, что мы смотрим, собственно, как этот транспорт используется, мы видим нарушение скорости, что в свою очередь влечет в какие-то угрозы ДТП, порчи имущества, не дай бог, причинение кому-то вреда. И это все в комплексе привело к тому, что... Ну, еще есть такие моменты там, внутренние приписки пробега автомобилей, потому что раньше это все регламентировалось сугубо заполнением листа специального. И это такая была история, которая на ней контролировалась, в принципе. Теперь как бы все понятно. Вызвать служебный автомобиль чиновник может через специальное приложение, которое практически ничем не отличается от того, в котором можно заказать обычное такси. У каждого водителя есть смартфон, в котором также установлена программа, в которой он получает ближайший заказ. Еще приложение дает возможность оценить поездку. От отзывов зависит премия водителя. Цель, конечно, этого проекта была первая все-таки, это нацелена она на автоматизацию всех процессов, цифровизацию, потому что мы понимаем, что сейчас вообще в целом цифровизация приходит в систему госуправления. Это одна из этих практик, это направлено на это. Второе, это, безусловно, экономия бюджетных средств, которые выделяются на те или иные сферы. В данном случае мы говорим о содержании и о транспортном обслуживании чиновников. Вообще вопрос транспортного обслуживания чиновников, он неоднократно поднимался на федеральном уровне, на уровне правительства Российской Федерации. Это одна из тех тем, в которой в целом государство измножество, в которой государство видит, где возможна экономия бюджетных средств. Как отметил Сергей Меркулов, с вводом государственного такси водители перевели на двухсменный рабочий день. У нас была извечная проблема с переработкой водителей, потому что водители часто задерживаются, и волей-неволей мы как бы нарушали их права, и более того, но это было не совсем корректно, потому что у них свои планы и так далее, и они часто как бы чувствовали себя довольно дискомфортно. Вот это вот была вечная борьба противоположностей. С одной стороны, водитель, которому необходимо уже отработав, по сути, по закону, восьмичасовой рабочий день отдыхать, он был вынужден работать с тем или иным руководителем. В свою очередь, руководители тоже, если находятся где-то, и вот эта вот вечная история, она как бы порождала где-то напряжение. Сейчас мы сделали следующим образом. У нас все водители работают в две смены. Первая смена с 8.30 до 17.30, 8-часовая. Водители заступают. Кто в эту смену отрабатывает, в 17.30 она у них заканчивается, они занимаются своими делами. Вторая смена у нас заступает в 13.00 и работает до 22.00. То есть они работают 8-часовой рабочий день и, собственно, таким образом закрывают вторую половину дня рабочего. Перевод гаража в режим такси перевел к экономии бюджетных средств как на топливе, так и на запасных частях. Мы понимаем, что в следующий год мы заходим с экономией в 6,5 миллионов рублей. То есть я сейчас могу точно за эти 6,5 миллионов рублей сказать, что мы расходы сократим именно на эту цифру. Это именно по итогам эксплуатации на сегодня. Полная картина в целом нами будет сделана по этому проекту, что он нам дает за квартал. Эти траты, вот эти 6,5 миллионов рублей, с чего они складываются? Первое, это закупка топлива, потому что объемы перевоза купали, упала потребность в топливе. Второе, это приобретение запасных частей, это ремонт автомобилей. И раньше всегда закупались автомобили на следующий год, потому что списывались автомобили, которые уже устарели. Но сейчас, даже на сегодня мы понимаем, что на сейчас 10 автомобилей нам уже не нужны. То есть 10 автомобилей вот уже на этот день, мы понимаем, они нам не нужны. И это старые автомобили, мы их спишем и новые мы приобретать не будем, потому что система, она сделала так, что нам они не нужны. На систему государственного такси перешли все министры, руководители управлений, служб и агентств, руководители контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и аппарат уполномоченных.